Деловой глянь. И меня зовут Ольга Коваль. Сегодня в программе. И вкусно, и полезно. Женщины-депутаты организовали благотворительный бизнес-ланч. Как в торговых центрах учитывают нюансы нашей психологии? И кто такие мерчендайзеры? Шесть возрастов женщин. Как снимался праздничный фотопроект журнала «Афиша Запорожья» и программы «Деловой глянь». Благотворительные обиды насчитывают многолетнюю историю. Так уважаемые и успешные люди традиционно организовывали подобные проекты, чтобы собрать средства для тех, кто в этом нуждается. В Запорожье благотворительный бизнес-ланч инициировали женщины-депутаты городского совета. Более того, сами надели фартуки и испекли блины для гостей. Постный борщ и блины на разный вкус. Прежде чем пригласить гостей в ресторан гостиничного комплекса «Интурист», женщины-депутаты провели и подготовительную работу. Каждая испекла свои блины для благотворительного обеда. Почему именно накормить решили гостей? В принципе, я думаю, что соединить приятное с полезным – это здорово. Тем более, когда-то мы мыли машины, это тоже была акция, и мы собирали деньги, тоже женщины-депутаты. И мы себя комфортно чувствовали в баллоневых костюмах и в калошах, и с бронзбуей там. В фартухе более комфортно, потому что действительно мыть машины – это более непривычно. А каждая женщина – это хозяйка, и поэтому девчонки присоединились к этой идее. Я думаю, что у нас все получилось нормально. Сбор денег для ольгобольных детей – это, в принципе, то, чего мы должны все делать, наверное. Благодарительный бизнес-ланч стал частью проекта «Любовь милосердствует православной церкви». Необходимо оборудование в хирургическое отделение клинической больницы номер 5. И необходимо еще 140 тысяч для того, чтобы приобрести тест-системы на туберкулез для детей. Если мы купим эти системы, фактически мы решим вопрос диагностики туберкулеза среди нашей детворы. У каждого человека в жизни есть проблемы. Но есть люди, у которых этих проблем больше всего. Есть люди, которые нуждаются в помощи. И такие мероприятия, и такие люди, которым не безразлично чужое горе, они, я уверен, делают свой позитив, а главное, они служат толчком и примером для всех остальных людей. Вот у нас такая жизнь, да, быт заедает, проблем очень много. Сейчас идет реформирование, и люди забывают о том, что рядом, где-то рядом, находятся дети, которые болеют, которые страдают, и которые действительно нуждаются в нашей помощи. Почему вы пригласили только мужчин исключительно? Чего это была идея? Нет, мы не только мужчин пригласили. Мы пригласили и женщин. Просто пришли мужчины, да? Да, мужчины, вот видите как, возможно, женщины откликаются на акции милосердия каким-то другим образом. А мужчины пришли с конвертом, с внесением благотворительного пожертвования. И я уверена, что может быть полусотни, может быть сотни детей, но эта акция поможет сохранить здоровье или продлить его. Почему так происходит, что в основном благотворительные акции инициируют именно женщины, да? Мужчины поддерживают, безусловно, но инициаторов таких проектов, мужчин, не так уж много. Что нужно сделать, чтобы вы организовывали такие мероприятия? Ну, наверное, Господь Бог отвел женщины в нашей жизни особую роль. И, наверное, она является, в первую очередь, хранительницей семейного очага традиционных семейных ценностей. Хотя и мужчины, конечно же, поддерживают такие традиции. Ну, так исторически сложилось, поэтому в данной ситуации мы находимся в фарватере. И я искренне рад, что женщины взяли на себя эту инициативу. Может быть, пора уже мужчинам, депутатам что-то испечили приготовить в благотворительных целях? Ну, я могу сказать, что, наверное, все-таки лучшие повара – это мужчины, поэтому им есть что ответить. И как ответить? Ну, возьмем на заметку. Рецепт Людмилы Маринюк – масленица по поводу приготовления блинов. Есть ли какой-то секрет, чтобы они действительно удались? Ой, Оля, я готовлю так, как готовила моя бабушка, спокойненько. Единственная, да, единственная слабость моя – я не люблю сладкие блины, я люблю их соленые. Поэтому я обязательно беру кусочек сала, мажу его сковородку, я не лью туда растительное масло, я жарю блины именно на сале, чтобы вот этот вот привкус соли обязательно оставался. У вас есть какой-то свой рецепт, да, который бы вы могли передать жителям Запорожья? Что-то особенное вы добавляете? Особенное я не добавляю, но всех говорят, что я вкусно готовлю и что блины у меня получаются вкусными. Вы можете сейчас подойти к участникам нашего благотворительного бизнес-ланца, бизнес-ланча и спросить, как блины? Я убеждена, что они все скажут, что блины супер. Не только вкусно поесть, но и внести значительную лепту в благотворительный проект. Так, на бизнес-ланче, организованном женщинами-депутатами, удалось собрать почти 70 тысяч гривен на помощь детям. Я это делал не ради чего-то, я это делал ради потребности своей души. Я считаю, что это очень хорошая новая традиция, когда женщины выступают с инициативой проведения благотворительного обеда в рамках акции «Любовь милосердствует». И таким образом собираются достаточно большая сумма средств, которая потом пойдет на благотворительность, но в частности на оказание помощи больным детям. Вот когда мы приезжаем к своей маме или к своей бабушке, что бы нам хотелось? Наверное, что-то вкусненькое покушать, попробовать. И вот когда этот сегодня бизнес-ланч приготовлен только руками наших милых женщин, я думаю, это есть проявление еще и материнской любви и теплоты. В детстве каждая девочка играла в магазин, зазывала покупателей, рекламировала товар, заботливо выкладывала продукцию на воображаемых полочках. Через пару десятков лет эту работу назвали мерчендайзингом, а людей, занимающихся выкладкой товара в торговых залах – мерчендайзерами. И все-таки далеко не все сегодня понимают, почему миссия этих специалистов так важна и за что им платят подчас немалые деньги. Об искусстве мерчендайзинга на примере работы запорожского гипермаркета «Эпицентр» в нашем сюжете. Было бы заблуждением считать, что на наше решение зайти в магазин и купить товар влияют только красивый фасад, яркие упаковки и четкая цель – приобрести что-то конкретное. Огромную роль в принятии решений играют особенности психологии восприятия и удобства в выборе товара. О чем и позаботились они самые мерчендайзеры. При выплатке товара мерчендайзеры учитывают даже нюансы психологии, а не зная, что при входе в помещение женщины всегда идут направо, а мужчины – налево. А теперь обратите внимание. Справа руководители торговых центров и мерчендайзеры разместили то, что может заинтересовать девочек. Часто это бытовая техника, мебель, косметика, товары для дома. А слева – то, что приглянется мальчикам – инструменты, товары для строительства или обслуживания автомобиля. Кстати, грамотное размещение или фейсинг товара и есть основная задача мерчендайзеров. Итак, перед входом в ряд мы видим отдельно выложенный товар. Он плохо продается? Возникает у нас циничный вопрос. А нет, этот товар – своеобразная визитка ряда. Кроме того, наиболее востребованное предложение. Мы этот товар выделяем двумя ценниками, то есть на уровне глаз каждого покупателя и дублируем большим ценником наверху. Плюс ко всему сразу же выставляем техническое описание, по которому покупатель, не дожидаясь продавца, может прекрасно определиться, нужна ли ему эта позиция. Вот попадаем мы в отдел красок. И нужна нам краска, чтобы покрасить, допустим, батарею. Кроме того, желательно сразу же найти и кисти. Здесь работают грамотные правила мерчендайзинга. Вы когда-нибудь слышали о законах горизонтальной и вертикальной выкладки? По примеру, в горизонтальной выкладке мы видим строгое расположение товара на одной полке, исходя из одной торговой марки и по цветовой категории. То есть здесь покупатель может легко определить любой нужный цвет, который он здесь видит. То есть, грубо говоря, перевернуть баночку и посмотреть, какой цвет краски ему нужен, необходим. Ценовая категория должна быть строго от минимального к максимальному. То есть дешевый товар стоит с левой стороны, с правой стороны дорогой. Это, по примеру, так, как мы читаем, слева направо. Что касается вертикальной выкладки, так же самое мы располагаем товар именно на полках по объему. Самое маленькое находится выше. То, что касательно побольше, мы располагаем внизу. То же самое придерживаемся приоритетов именно по цветовой гамме. Проводили исследование на то, что если, например, товар мы поднимаем с пола, располагаем на уровне глаз, то, соответственно, продажи этого товара увеличиваются на 78%. То есть, соответственно, если даже есть такое понятие на уровне рук, то на уровне рук, это, например, чуть ниже. Если мы с уровня рук поднимаем на уровне глаз, то же самое продажи возрастают с 63% до 78%. Что касается кисти, куда мне нужно идти? Согласно кисточке, есть у нас еще такое правило в магазине – это кросс-маркетинг, где специально для покупателя удобно предоставлен товар, который идет, называется, сопутствующий. Если вам нужно покрасить батарею, то вам пригодится одна всего кисть. А она находится все рядом для удобства, чтобы покупатель не забыл купить кисть именно в нашем магазине. Сейчас мы поднимаемся в отдел дека, где можно найти все, что необходимо для дома. И также здесь работают правила мерчендайзинга. Отдельное правило мерчендайзинга – готовое решение и функциональное предложение. То есть, если вам нужно решить вопрос организации чаепития, то чашки, чайники и подносы вы найдете в соответствующих рядах, а не в разных концах зала. Кроме того, особый подход к такой продукции, как посуда. В нашем отделе мы презентуем товар как готовое решение. Например, столовый и чайный сервис мы показываем в паре и показываем его на столе, для того, чтобы покупатель смог увидеть, как этот сервис будет выглядеть у него дома. Не уставая думать об удобстве покупателей, мерчендайзеры размещают товар по наиболее выгодному предложению или акционный товар в центре зала, на самом видном месте. Акцентирует наше внимание на нем и опусками лучшая цена, а также стоперами или воблерами – это такие почти дорожные указатели на пластиковых усиках. Итак, мы подходим к кассе. Многие из нас считают это место опасной зоной. Ведь такое многообразие мелких товаров. Михаил, я всегда считала, что на кассе располагают товар, который не совсем нужен покупателю, но он почему-то его обязательно возьмет. Это так? На самом деле на предкассовой зоне у нас располагается действительно тот товар, который нужен в каждом доме. Поэтому здесь представлен самый дешевый ассортимент товаров, при котором покупатель, не задумываясь, возьмет этот товар. Взять, к примеру, щетку для обуви, которая действительно вам обязательно пригодится, либо же салфетки, которые влажные, которые тоже нужны каждому человеку, и он не забудет их приобрести, стоя в очереди. Итак, мерчендайзеры проделывают большую работу, чтобы сделать наш шопинг удобным и занимательным. Кроме того, всегда соглашаются с нашим мнением о том, что главным залогом успешного выбора и большой лояльности к магазину остается вежливое обслуживание и гарантированное качество товара. А за это мы всегда готовы сделать больше покупок, чем собирались изначально. Когда великий француз писал о тех самых женщинах бальзаковского возраста, он имел в виду девушек примерно от 35 лет. Сегодня понятие бальзаковского периода значительно сместилось. Более того, наши деловые и ухоженные современницы практически вообще перестали думать о своих годах. Эту истину еще раз доказал совместный проект журнала «Афиша Запорожья» и программы «Деловой глянец» к женскому празднику. Далее, как проходила фотосессия и на какие провокационные вопросы отвечали наши модели. Улыбка, кокетливый поворот, изящный жест. Перед фотокамерой в рамках нашего проекта позировали милые девушки от 10 до 60 лет. Кто-то завоевывал будущих зрителей детской непосредственностью, кто-то уверенностью в себе и пониманием, что умная женщина всегда найдет способ быть красивой. Спрашивать о возрасте – дурной тон, но наши героини этого вопроса не боятся. И действительно, женщине ровно столько лет, насколько она сама себя ощущает. Ну, а все остальное исправит хороший фотограф. Есть ли какие-то сугубо фотосоветы? Как нужно встать, посмотреть, поднять голову, чтобы это было действительно фотогенично? Ну, надо немножко всегда поднимать подбородок. То есть, всегда у нас, наши женщины, всегда подбородок почему-то вниз, 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 вниз. Надо больше поднимать чуть-чуть подбородок. Сегодня вы насколько лет ощущаете? Можете открыть свою душу? Я не знаю, сколько мне лет иногда. Я недавно на почте написала, то ли 69-й год, то ли 89-й год, в какой-то посылке что-то я получал. И девочка, которая принимала, она говорит, а что вы написали? Я говорю, а что я написала? А я иногда вот раз в секунду, я не знаю. А, Наталья, сакраментальный вопрос. Сколько вам лет? Мне 41 год. Мне нравится мой возраст сейчас. А вы можете сказать, что сегодня, да, я себе больше нравлюсь, чем, допустим, 10 лет назад? Наверное, да. А почему? Потому что женщина, наверное, совершенствуется. И она как вино, чем старше, если умная и красивая женщина, то она становится только интереснее. Вы помните, о чем вы мечтали в 15 лет и о чем вы вот сегодня, на сегодняшний день мечтаете? Что поменялось? Ну, там, мне хотелось, там, иметь такую-то машину или такое. Ну, это детские же мечты, все. Как и у 10-летнего ребенка в 15 просто немножко меняются. В основном, какие-то мелкие вещи, ну, желания короткосрочные. Я хочу, там, это платье. Или в 15 дальше не уйдет. Вот. А сейчас уже я хочу, там, вот тогда-то, такой-то, там-то. Вот. Более конкретное. Ну, вам удается осуществлять свои мечты вот за это время, с последних 10 лет? Что-то сами для себя вы осуществили? Да, я мечтала о кошке определенной. Кошка у меня есть уже года три. Я мечтала о квартире более-менее определенной. Квартира у меня есть. Вот. Ну, это такие материальные мечты. Ну, на самом деле, не только материальные. Морального в этом тоже много, потому что это мой личный дом и мой личный друг. Вот. Это две мечты были. Ну, и, понятно, бизнес это же такое, он есть. Все. У меня, если, допустим, ну, в контексте нашего проекта отношение к мужчинам. Я их стала больше любить. А как тебе кажется, вот лет в 20, когда тебе будет 20 лет, о чем ты будешь мечтать? Чего тебе будет хотеться? Ну, мне будет хотеться выйти замуж. За принца? Да. А в чем мужчина должен помогать женщине? Ну, наверное, он иногда должен помогать по хозяйству, ну, а вообще он должен работать в основном. Умный мужчина никогда не будет обращать внимание на возраст женщины, а умная женщина всегда сделает так, чтобы о ее годах даже не спросили. И всегда будет благодарна своему прошлому за мудрость и опыт. Свойство главное женщины – это отдаваться и отдавать. Я чем дальше, тем больше понимаю, что даже плохие события, они чрезвычайно полезными оказываются. И дает очень много опыта. Если человек открыт, он открыт, он открыт, может быть, и в 10 лет, и, может быть, и в 60 лет, и в 50 лет. Это не зависит абсолютно от возраста. То есть главное – быть позитивно настроенным и улыбаться, наслаждаться жизнью. Что бы вы посоветовали или что бы вы хотели донести сегодня своим ровесницам? Чтобы они чувствовали себя самыми счастливыми, чтобы любили себя, тогда их будут любить и окружающие. И что у нас всегда прекрасный возраст, и это все зависит от женщины. Я бы пожелала, наверное, счастья и побольше хороших оценок. Жизнь вообще замечательная. Жизнь вокруг нас. Нужно жить, радоваться. То есть это глупый совершенно посыл – нужно жить. Мне хотелось бы пожелать, чтобы все хотели жить. И хотели, получали удовольствие от этого. Вот это, мне кажется, самое главное. Напомним, фотопроект о женщинах всех прекрасных возрастов можно было увидеть в одном из мартовских выпусков журнала «Афиша Запорожья». Цените свое рабочее время, посещайте культурные мероприятия и ни при каких обстоятельствах не теряйте чувство юмора. Этими словами мы заканчиваем выпуск программы «Деловой глянец». Смотрите нас на телеканале НТМ и будьте в курсе деловых и светских событий Запорожья. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok